Христос посреди нас, мои родные и любимые, братцы и сёстры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Эй-эй-эй! Бог, Иисус Христос, имя Которому любовь, Который в своём слове неизменен, верен, Всегда пребывает одинаково, Воля Которого всегда блага и неизменна, Чтоб все мы были счастливы, Всегда посреди нас, братцы и сёстры. Итак, давайте сегодня ничего просить не будем, Хотя нет, будем. И поблагодарим, и попросим благословения. Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, Творец наш и Создатель, Любвеобильный, любимый наш Родитель, Слава Тебе! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господь мой и Бог наш, Иисус Христос, Спасибо Тебе за всё. Мы благодарим Тебя за всё, за всю любовь Твою, За всё, что подаёшь нам каждый день, Всё потребное для жизни, для питания, Для крова, для радости и веселья, И для святой жизни, для уподобления Тебе В любви ко всем и каждому, И близким, и дальним, и даже врагам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благослови, пожалуйста, эту трансляцию Уста говорящего, уши всех слушающих, И блаженной руки всех печатающих. И да прославишься Ты в последнее время Пришедшего плоти, Господь мой и Бог наш. И да откроется помышление многих сердец, Как когда-то открылось моё, И узрит всякая плоть, Славу и величие Твоё, Любовь Твою в кресте Твоём, О воскресении Твоём, Божество Твоё, О вознесении Твоём, Оставленный нам, дарованный Тобою от начала, От рождения каждому, дар свободы. Дар свободы в выборе добра и зла. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Е-е-ей, братцы и сёстры, Я тут сижу в такой, кажется, норе, Но сейчас вы будете в шоке. Я хотел съездить опять на пруд И по другой стороне пройтись, Но решил съездить в другое место. Я живу здесь почти три года, И из-за моих болячек я ничего практически не ездил тут нигде. Ну и не на чем было, и болячки. Вот мне, кто знает, бабушка мне Дала в пользование супер-байк. Многие видели, на канале можете посмотреть обзор. И я решил кое-куда съездить. А, на байке на моем цепи сломался, я же вам говорил. Но вчера я ее поменял, так что сегодня я в пути. Вот он мой байк. Вот, обзорчик можете посмотреть. Вы гляньте, куда я забрался. Широка душа моя родная. Просторы жуть. Вот русские хапнули себе шестую часть материка. Вы посмотрите, сколько земли. Я специально... Тут, оказывается, я заехал прям на холл. Если в прошлый раз я был на другой стороне И показывал вам... Вон он мой храм. Не мой храм, а храм пузовский. Вон он лес. Весь, видите? Весь, 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 весь лесок. У нас центральная Черноземья, Поэтому здесь далеко не это, не степи. Здесь все-таки есть и гора. Я в прошлый раз был вот на той горе. И вот вам показывал оттуда на юг. Вот она, деревенька. Я вон там живу. А в этот раз я на другой стороне. Видите? Как будто еще дальше. Сегодня ветряк, правда, жуткий. Не знаю, микрофон будет там хорошо славливать. Надеюсь, что будет. Вот. Красотища. Внизу, оказывается, эта речка идет, Которая, вот в которой там мы купаемся. Она, оказывается, прямо здесь проходит. Здесь такое место шикарное. Все нам, русским, мало. Тут края непочатые. Пусть всех к нам приезжают. Все, кому не лень. Селятся, заселяют, пашут, Трудятся, женятся, Выходят замуж, Рожают детей, Питаются Всем, что подает земля И все, что падает с дерева. Пусть растят детей, Играют свадьбы. О, здесь под горой какая тишина. Там какой ветряка. Я хотел сегодня свободный такой ролик записать. Не буду вам ничего особо. Господа мы прославили. Заповедь его я вам напомнил. Напомнил, так что свою роль проповедника я выполнил. Вот, гляньте, какая тут красотища. Ого-го. О, речуга. Как красиво-то. Жуть. Не жуть, а красота. И гора, и все. Какие края бездонные. Мне многие говорили, Я там не приглашаю что-ли кого-то или еще что-то. Я всех приглашаю всегда. Извините, если вам нужно личное. Вот я лично. Приезжайте ко мне в гости. У меня есть где остановиться. Что Бог пошлет покушаем. С голоду не останемся. Вот, я всех рад. Да ко мне кто только не грозился. Никто не доехал в этом году. Вот. А у меня как чуть здоровиться поправилось, Я решил вот немножко погулять. Радуйтесь, братья и сестры. Радуйтесь жизни. Несмотря ни на что. На все скорби, гонения. У кого за веру, я знаю, там есть. Подвязайтесь в любви. Все учение Господа нашего Иисуса Христа Это учение любви к человеку, Бога и нас друг к другу. Ибо мы все в Боге, и Бог в нас. Так, ну ниже и не спустимся. И там, в общем-то, пляжный-то какой, Конечно, никакого бережка нет. Но интересный здесь загиб такой. Вот. Я, в принципе, хотел еще сказать сегодня, Что я, может, немножко передохну недельку. Хотя у нас христа любила. Просто, знаете, такой момент наступает, Когда, ну, перенасыщаешься, что ли, я не знаю. Я же только наговорился и говорю об одном и том же. Мне кажется, вы сами от меня устали. Вот. Поэтому, да и надо-надо немножко, знаете, все сбросить. И вот. Но на христолюбие, где описание читаем, Там ролики на две недели. Сегодня какой? Седьмой, что ли, я же забыл. Не важно. Вот. Я там записал уже до конца матфея. Ну, кроме последнего, наверное, ролика или два там я еще хотел. Ну, уже воскресенье, Вознесение Господа я сегодня записал. Вот. Ну, в принципе, к 15-му числу, вот я недельку, может быть, чуть-чуть побуду. В тишине, один, без празднословия. Вы же знаете, время разбрасывать камни, время собирать. Время сеять хлеб, а время жать. И раздавать. Вот мне надо иногда и пожать немножко, чтобы потом что-нибудь раздать. Вот. Хотя уж у меня-то жизнь, конечно, не суетная, действительно, как многие жалуются. Живу-то я не среди людо. Сам я уже не знаю, какое слово-то употреблять. Я и не отшельник, и не одиночка. Я общаюсь, у меня есть там соседи. Я бабушкам помогаю. Меня там заходит, могут все это занести, угостить. То есть мы с дружим общаемся. Есть у меня кое-какие знакомые. Ну, конечно, у меня в доме тишина. Нет у меня здесь, в этой деревеньке, ни родителей, а не в городе за 200 километров. Никаких ни бабушек, ни детей. Конечно, дома у меня тишина. Но все равно, хочется немножко помолчать, наверное. Хотя это только кажется, видите. Я тоже думал, сейчас приду, ничего вам говорить не буду о любви. Да нет, я буду вам все равно говорить о любви. Всегда. Вот. Хотя я честно говорю, многие думают, что я там меняюсь, еще что-то. Да, мне тяжело вспомнить, конечно. Мне надо ходиться, Господи, напомни мне. Вот я помню, как я читал эту Евангелие. Я помню, как я там покаялся, как я вот рассказывал. Первый раз рыдал там под этой яблони. Потом еще в течение года, наверное, действительно, покаяние. Кто переживал настоящее покаяние, это жуть. Но зато после, как Господь сказал, когда родится этот духовный ребенок внутри, младенец. О, теперь счастье и радость. Да, бывает всякое в жизни. И дальше мы возрастаем в любви. Спасение по вере, я вам говорил, это образ рождения, то же самое. Да, мы освобождены, мы новые Адамы. Но дальше-то мы живем, мы что-то делаем каждый день. А не сидим, как я не знаю кто, даже животные двигаются, придумают эту фигню. Смысл жизни человека уподобится Богу, любовью к ближнему. Больше ты ничего на этой земле сделать не можешь. И никакого нету, пытаются лепить там этот гибрид из нового ветхого. За это все невозможно. Христос никогда не говорил осуждать. И собственным примером, начнем с самого страшного примера блудницы, он ее не осудил. И пусть они там что хочет выдумывают, выдирают откуда хотят. Я знаете, что еще заметил? Конечно, мне этот мой блок очень много тоже дает для возрастания, для в Боге познания всего этого Евангелия. Сам я стараюсь возрастать, следить, возращивать своего духовного младенца в невесту Христову. Я, кстати, заметил одну беду проповедников. Сам стараюсь сейчас за собой следить. Господа прошу, чтобы исправлял меня. Вот эти тоже неправильные, абсолютно неверные фразы о том, что, знаете, говорит, Иисус сказал и цитирует Павла. Это абсолютно неверно. Так ни в коем случае никогда делать нельзя. Иисус этого не говорил. Это то же самое, что Господь не говорил, что можно разводиться. А Моисей сказал, Господь говорит, я этого не делал. Вот это то же самое. Мало ли, что там говорит апостол Павел. Это все люди. Кто знает, я от начала так думал, и за 7 лет своего покаяния ни разу от этого не отступал. Для меня Евангелие стоит выше всего. Причем не настолько выше, как земля от неба. Не важно, что его писали тоже люди, что оно переписывалось. Но это единственное, где я слышу слова Христа, помимо того, что я слышу их в своем сердце. И отсюда стараюсь жить. Само то, что послание написано определенным апостолом, когда он не говорит, так говорит Господь. Когда мы будем с вами смотреть Писание, я вам много чего покажу. Хотя я вам в этих свободных формах говорю. Очень интересно, очень познавательно после Евангелия эта книга «Деяния», где мы все это можем увидеть. Как Бог когда ушел, или оставил людям опять свободу. Я вам покажу, как со второй главы, точнее даже можно сказать с первой, начинается порог человеческий. И это очевидно. И я уже со многими общаюсь, достаточно мудрыми братьями. И все соглашаются, что да, сами они это видят. Причем не то, что я им-то говорю, а вот я тоже рад общению с духовными братьями во Христе, с сестрами. И все это видят и, конечно, понимают это прекрасно. Вот. Вот будем показывать. Это очень важно, вы знаете. Когда мы очень часто за Христа что-то додумываем. Вот Он сказал, и мы продолжаем Его предложение. Такого делать ни в коем случае нельзя. Ты можешь сказать, что ты так думаешь дальше. Ну и ни в коем случае не выдавать это как за цитату. Или за какую-то фразу. О, красотища-то какая. Конечно, на той горе тоже должно было так все видно. Но здесь супер, что можно было видеть панораму. Я вам и с той стороны попытался показать. Сейчас мы идем на восток, получается. Еще посмотрим ту часть, если там загибается это. То посмотрим, погуляем. Вот. У меня немножко подзажила кожа. Видите, я... Ну я, правда, в ботинках, чтобы ноги... Там все равно у меня много ран. Но когда одеваешь... Все-таки сентябрь уже жара немножко спала. Можно одевать такие осенние ботинки. Они стягивают ногу. Я более-менее нормально хожу. И на велосипеде. На велосипеде я ездил и с больными ногами. Бабушка меня очень выручила. Суперстайл мне подарила. Чтобы я без нее делал, не знаю. Вот. Так что вот так вот. Вот. И поэтому там на христолюбии у меня еще до 15-го числа, ну практически больше недели, дней на 10 записал я. Так что я, может, уже вернусь из себя и продолжу дальше писать. Мне хочется, конечно, хотя бы один раз в жизни зачитать это писание. Я думаю, что кто на христолюбии один раз со мной почитает, никогда не останется прежним. Если захочет читать чистым сердцем, без всякого этого мракобесия. Вот. А на лайве тоже. Сейчас вы видите, я уже выкладываю все реже-реже. Плюс я некоторые ролики, вы знаете, добавляю встал вот эти всякие картинки. То есть я их редактирую, опять монтирую. Занимает тоже много времени всегда. Да, труда. Вот. Хотя поначалу все вся тяжело, а потом-то накатом идет. У тебя уже много материалов формируются. Те же самые слайды. Сколько я делаю, они все когда-нибудь приходится, ты там вспомнишь. Я очень люблю визуальные иллюстрации чего-то, изображения. Какая хорошая просека. Она, кстати, наверное, ветер сейчас и сдерживает тоже. Хотя, может быть, утих. Вот. Поэтому на лайве тут у меня ничего нет вперед. Я вот сегодня записываю, который. А вы еще вот только сегодня увидите вот этот, который я первый раз на гору выехал. Потом вы увидите, как я на пруду там гуляю. Вот сегодня третий я опять решил. Сейчас осень ранняя такая. Я люблю раннюю осень, я люблю. Это еще продолжение лета, класс. Уже листочки оранжевые, желтенькие, оранжевые сейчас. Трава желтая, тоже красивая. Да, а то что зеленая? Ну, зеленая весной хорошо посмотреть. Ну и желтая какая, красота выгоревшая уже. Причем она же не вся желтенькая. Она вон из зелененьких. Красота. Ох, погулять. Ой, не, я люблю, конечно, в таком месте жить. В город я сейчас, если Господь поправит, здоровится, я буду ездить проповедовать. У меня сейчас есть где остановиться в Воронеже. Там жилищный вопрос кое-какой там мне устроился. Вот, я буду туда ездить проповедовать, конечно. Вот, это будет здорово. А вот так, конечно, набираться сил, жить в Боге, отдыхать от действительно суеты. Я согласен. Я понимаю всех, кто мне пишет. Вау, какая красотища. Ух. Это вот мы на другую сторону вышли. Еще чуть-чуть с горы. Представляете, сколько земли вообще. Никого не живет и ничего он даже не сеет. И леса. Да бери, доселись, как раньше. Вау. Красота. Я надеюсь, вам так же. Так же красиво, как и мне. Какой-то прям лесок такой в низине. Класс. И на велике гонять, экологичный транспорт. Вообще супер. Оттуда как будто дождик идет. Вот это у нас просторы. Господи. Господи. Во, красота. Душу, душу отвести. Красотища. Ну вот. Так что на лаве сейчас тоже не знаю, как там буду выкладывать. Но буду в любом случае пореже. Во дворе сейчас там будет слякать, грязь. Сейчас вот еще сентябрь и все. Плюс у меня там много уборки. Я там огород этот. Дрова сейчас должны приехать. Там надо кое-что подделать. Может крышу мне там надо еще покрасить. Не знаю. Успею ли. Вот. Так что будем смотреть. Ну. Без слова, конечно, вас не оставлю. В любом случае. Сегодня никакую особую тему. Вообще не хочу так поговорить. 17 минут всего. Думаю, что вы не устали. Погуляем вместе. Немножечко. Вот. Да и говорит-то, я говорю, не знаю, что уже. Порой тоже поражаешься. Евангелие настолько просто. Да, можно заковыряться там в Библии. Не знаю, на каком основании я все время говорю. Словом Божьим называют. И сам Христос никогда этого не делал. Христос никогда не употреблял слово совесть. Христос никогда не употреблял такой термин, как слово Божье. Он говорил, писание, да, писание. Сейчас их собрали в книжечку. Ну и что, назвали ее Библией правильно. Набор книг – это не слово Божье. Внутри есть слово Божье? Так и чьих там только слов нет. Это огромная разница, что когда Иуда предает Господу это слово Божье, или когда Петр отрекается, или когда Каиафа пророчествует о Господе, что лучше один умрет за всех, что это слово Божье. Ну что такое, придумывают сами. Что, разве слово Павла, Петра, Иоанна, Иуды – это то же самое, что слова Христа? Конечно, нет. Абсолютно нет. Я хочу, чтобы вы это понимали, братья и сестры. И это очень важно. Очень важно. Люди, всяк человек – грех. И думать, что Новый Завет чем-то от ветхого отличается, ничем не отличается. Если так грубо, догматически рассматривать, то действительно, все мы – мерзость перед Богом. И пасть можем в каждую секунду свалиться. И вот я говорю, очень интересно будет, мы с вами посмотрим книгу «Деяния» особенно. Послания тоже к ним надо специфически относиться. А вот книга «Деяния» не столько мы будем обращать внимание на слова, что там, допустим, апостолы произносят. Ну, вернее, на слова, конечно, но они всегда в контексте дела. Потому что, как и Евангелие, это повествовательная книга, рассказ, как хотите, воспоминания учеников о нашем Боге. Учеников, детей Божьих наших, братьев всех. Вот. И то же самое книга «Деяния». Она, в принципе, написана в этом же стиле. По сути, она такая прообраз Евангелия, только не о Христе, а о его учениках. Потому что там, конечно, мы видим и проповеди Петра, Павла, можем посмотреть, что они говорили, как они говорили. Но мы видим еще и событийные какие-то жизненные, повествовательные, описанные моменты. И когда ты складываешь слово и дело, это совершенно разные вещи. На словах можно говорить все, что угодно. Я люблю, я люблю, да. Как и Яков-то, и обличает всех этих богатых. Делать не в богатстве. Он их не укорял за то, что они богатые, естественно. Но он их укорял, как и Господь, за то, что они богатые и ничего не делают ближнему. Нищий сидит с протянутой рукой, говорит, причем брат твой. Ну, пусть там брат по иудейству, по еврейству. Не знаю, что он ему родной брат-то. Хотя бы по роду, да. А Господь сказал, люби своего брата, как самого себя. А он говорит, ты идешь, говорит, да иди грейся и питайся, Бог тебе в помощь. А у самого карманы лопаются. Иуда, конечно же, таким образом обличал. Поэтому все это очень важно понимать всегда. Вообще, Евангелие, оно в простоте. В простоте. И еще я всех приглашаю всегда. А то опять, может быть, кто-то ждет личного приглашения. Вот я, брат и сестра, лично к тебе обращаюсь. Не стесняйся, добавляйся, стучись мне во всех социальных сетях. Добавляйся в друзья. Стучись и добавляйся в скайпе. Звони, пиши. Я всегда всем рад. И на какие-то духовные темы. Но вся наша жизнь, я, вы знаете, мою жизнь, она не отдельно от Христа, от христианства. Я не живу двойной жизнью. Тут я так живу, а там я так живу. Нет, я везде живу по-христиански. Со всеми людьми общаюсь. Если я просто где-то могу тоже промолчать, потому что, понятно, и Господа гнали, он уходил или еще что-то там. Но всегда по Евангелию. Я никогда не стеснялся ни своей веры. Иначе бы не вел открытую публичную жизнь. Меня видят в каких-то одноклассниках мои бывшие там студенты. Ну, не мои студенты, мои однокурсники, мои одноклассники. И поражаются, пишут мне, Кузнецов, это ты, не может быть. Я ничего, я никогда Христа, уж тем более Бога нашего. Кого еще стесняться-то? Потом ты что будешь делать, когда разденешься, разрешишься? Со Христом ты будешь жить или с кем-то? Бог есть любовь. Поэтому, конечно, проповедь должна быть проповедника громогласной. Из любви к Богу любить. Задел я шнурочек. Прервалась запись. Но ничего, ничего. Там, похоже, дождик. Так что вот такие мои. Так что я всех приглашаю. Обязательно пишите, добавляйтесь, не стесняйтесь. Я не кусаюсь. Вот. Всех люблю, со всеми нормально общаюсь. Хотя иногда мне пишут, вот, ты же там тоже можешь что-то. Ну, простите, братья. Если вы мне на шею полезете, или там со своими учениями, которые... У меня есть такое же Евангелие. Я истину познал. Я ее не ищу, в отличие от многих. Если вы мне будете там свою истину проповедовать, то мне это не надо. Мы можем общаться. Но если ты будешь на меня давить, то, конечно, я скажу, извини, дорогой. У меня уже есть истина. Я ее не ищу. Мы можем между собой искать общий язык, да. Вот. И можем просто на бытовые темы общаться. А я истину не ищу. Я ее познал. Она в любви Бога к человеку, да. Как он богослов, вместе с ним воспеваю. Господи, в кресте Твоем любовь я познал в том, какую имеешь ты ко мне. В 4.16 я вам практически цитирую. В том, что ты положил за меня и за всех нас душу свою. А значит, и я должен делать то же самое. Ибо ты Бог-любовь и пребывающий в тебе, то есть пребывающий в любви к ближнему. Пребывать в Боге значит пребывать в любви к ближнему. Ибо Бог нас любит. Ибо мы любовью познали к нам. А значит, я пребываю в его любви. Я должен пребывать в любви к человеку, а не купаться в его любви. Это потом, он говорит. Но если ты будешь пребывать в Боге, то есть в любви к человеку, Бог будет в тебе, и ты будешь, естественно, изнутри купаться в этой любви. Ну что, вон она, другая панорама. Я уже кружочек почти дал. Вон она, храм так называемый. И там я живу. И вот панорамка вся наша. Ладно, пошлите назад к велосипеду, к этому холмику. Вот там посидим чуть-чуть. Вот. И поэтому, познав эту любовь, мы в ней пребываем. Все, вот вам все Евангелие. Евангелие – это не любовь человека к Богу. Это подразумевается. Господь все время употребляет эти фразы. Мне там пишут, ну а как же Господь говорил, кто любит маму, папу, брата больше, нежели меня. Вот именно. Он все время говорит, он как будто… Заметьте, во всем Евангелии идет подтекст, что ты любишь Христа. И никак выразить это, кроме любви к ближнему, ты не можешь. Ну и этот кусок, я не знаю, стоит ли сейчас разбирать. Вы прекрасно знаете, что когда как раз коснулась речь о том, что ты в дар Богу принес что-то и забыл о своей матери. Отец, он сказал, это не от призывающего, это не от меня. Вы с вами, говорит, заповедями человеческими подменили заповедь Божью. Так что поэтому вырывать мне не надо из контеста. Там пытаются меня или уличить, или поймать. Ну, может, хорошо, если искренне пытаются разобраться. Там Господь в контесте говорит, как всегда, кто просто отречется из-за любви к ближнему от меня устно, словесно, или от любви делом. Грубо говоря, и родители нас порой принуждают ко злу, как бы это сейчас ни звучало. Каким похотям там жить в мире со всеми, да. Все так, и ты давай так. Конечно, ты должен стоять. Ты не гнушаешься им, как там свидетели, я говорю. Да, это хватает. Такой же иудаизм, он везде проник, и в любой конфессии. Это мы все любим по этим конфессиям делить. А это в каждом человеке может быть независимо от его конфессии. Он может своими родственниками, друзьями плеваться, только потому что они не такие, как он. Не христиане. Бог тебя послал, как овцу среди волков, как свечку. Свечку не называй. Только дурак сейчас здесь зажгет свечку, от нее толку не будет. Свечку зажигает там, где тьма. А где солнце сияет, что ее там зажигать-то? Что от нее сейчас тут толку будет? Нас Господь зажигает там, где тьма. И мы там должны светить любовью, а не кувалдой по голове и не мечом рубить. Вот и все. Прямым текстом Господь нигде не давал заповедь любить его. Он все время это подразумевает. Что любовь твоя явится в любви к ближнему. Те стихи надо тоже всегда смотреть в контексте, посмотрите. Не занимайтесь стиховым богословием. Вам это не полезно. И никакой пользы вы себе не получите. Читайте всегда в контексте. Посмотрите параллельные места. В других Евангелиях вам может что-то открыться. Обязательно помолитесь Господу и обязательно берите куски. Попробуйте прочитать. Где-то возьмите больше и возьмите ниже. И вам Господь откроет, где там начало, а где конец этого куска. О чем шла речь. Где Он сказал, может быть, прямым текстом. Потом подытожил. И потом, допустим, образ или символ давал. Там порой об одном и том же вопросе, я говорю, по-разному-разному говорится. Это всегда так. Солнышко вроде сейчас не светит так. Вот так вот. Так что в Евангелии наковырять, кроме любви, ничего невозможно. Это все ковыряет. Вы заметили, кто? Кто Библию Словом Божьим называет. Вот они любят там все это ковырять. Причем они ничем не гнушаются. Они говорят, Слово Божье, и приводят вам в какую-нибудь ситуацию вообще. Просто ситуацию. Да, с каким-нибудь пророком, да, с царем. Ну и что? Какое это отношение ко мне? Почему ты на каком основании ты это ко мне применяешь? Нет. Там не сказано, что это Бог сделал, что Бог это одобряет. Нет. Это просто констатация в Ветхом Завете, как и в Новом Завете, множество случаев просто исторических. Да, ты из них можешь для себя какой-то урок сделал, и хорошо. Вот ты радуешься, что Господь тебя открыл. Что ты другому-то тычешь? У тебя нет на это никакого основания. Бог Евангелия, заметьте, Он обращал книгу, она обращена к каждому человеку. Господь не сказал, что ты по ней будешь кого-то судить. Мы не можем никого судить, хоть ты тресни. Как там только я с кем не общался, пытаются выкручиваться, я говорю, покажи мне в Евангелии, где написано. Где написано, что ты в ответе, что брат в ад пойдет. Где написано? Нигде. Имеет огромное значение, что такое слова Христа. Это умоление Бога. Люди не хотят Христа признать просто Творцом, который пришел на землю и вполне за три с половиной года мог объяснить все. Если люди что-то не понимали в законе, хотя что-то там можно было не понять, Бог тогда и Моисея мог надиктовать, Он мог в него вселиться и все безошибочно сказать. Живите по Евангелию, никого не бойтесь. Если у вас сердце чистое, вы ничего и не будете бояться на самом деле. Все эти мракобесные учения вам будут вообще по барабану. Вы знаете, что вы пойдете ко Христу, потому что вы из любви к Нему любите всех. Вот и все. Вы живете по Евангелию, и Он за три с половиной года почему-то не умудрился научить никого осуждать. И почему-то сам так не поступал. Явную блудницу, которую надо было осудить, Он ничего ей не сделал. Он никому не позволил этого сделать и сам не сделал. Это же говорил прямыми словами. Он делал и учил. Он делал и учил. Это очень важно понять. То же самое там со всеми теми обличениями. Вы прекрасно знаете, заповеди обличать Христос не давал. Не давал. И сам Он никому, никакие личные грехи не обличал. Не обличал. И тем более в том контексте, вы знаете, в каком сейчас все это делают. Весь Ютуб, и на всех кухнях, и так далее. Эти обличения всегда со злословием, с надменностью, с превозношением. Там никакой любви нет никогда. Как это пытаются выдать. Что я его обличаю за любви. В одном месте, где в Матфеи сказано, там сказано брат. Какой же ты мне брат, если ты даже на мои сообщения не отвечаешь. Говоришь, что ты меня обличаешь. Ты тогда со мной должен быть в общении. А если ты плюешься, ты меня обличать не имеешь никакого права по Евангелию. Живи свою жизнь, не трожь меня. Это важно понять, братья и сестры. Когда мы перестанем нарушать чужую свободу, мы уподобимся Христу. Он только призывал. Он палки никогда не взял ни над одним человеком. Ни духовные, ни телесные власти. В этом все Евангелие. Все, на что могут ссылаться учителя, которые придумывают свое учение, они начинают все лепить в одну кучу. Я говорю, обратите внимание, особенно, ну, я понимаю, кому тяжело, кто не знает Писание, даже Нового Завета, почему я и призываю, то, что читайте, читайте. Хотя бы читайте Евангелие постоянно, как можно чаще. Потому что, соответственно, вы будете слышать, что он сказал, а вы этого не знали. Не важно, может, он привел из посланий, не из Ветхого Завета, но вы знаете точно, что Христос этого не говорил. Все, вам этого достаточно. Конечно, знаете Нового Завета, просто знаете, откуда он еще слепил, а можно найти и тот контекст, и Евангелие, и там послание, допустим, книги Деяния. Это, конечно, здорово, это счастье для христианина, когда ты просто понимаешь всю кашу, в чем дело. Все. Вот. Мне, допустим, очень легко жить, потому что я все это понимаю, все это знаю, и очень легко. Легко и общаться, и дискуссии вести. Хотя все эти дискуссии романного гроша не стоит, честно вам скажу. Хочется жить в любви просто со всеми братьями, не выносить друг другу мозг. Мы лучше, чем это время тратили на всякую чепухню, какие-нибудь добрые дела творили бы. Что-нибудь, как говорят, замутили, и что-нибудь кому-нибудь помогли бы, еще что-то. Все это ничего не дает ровным счетом. Все это пустостое, пустословие, празднословие, Евангелие в простоте. Люби ближнего твоего, отвернувшись самого себе. Не как самого себя, это было дано иудеям, и они этого не соблюдали. Нам Господь сказал, отвернувшись самого себя. Вы помните, где это сказано? Именно там, где Господь сказал, что именно на этом основании он будет строить церковь. Кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, и кто любит другого. Я, кстати, вчера вот говорил, а еще один момент забыл, важный я всегда говорю, вот про то же самое спасение по вере. Спасение по вере, это только образ рождения свыше, крещение, как угодно. Да, ты абсолютно свободен творить добро. Я говорю, где эти протестанцы, почему они свои учения, Евангелие целиковая книга, почему они в своей книжечке, в какой-нибудь учении или в своей брошюрке о спасении по вере, куда они суд Божий денут над Домом Божьим и над христианами, который будет судиться по делам, об этом все Евангелие, все послания. Суд по делам, они куда денут? Суд будет не по вере. Я вам еще такую чудную наметку дам. Многие и так в шоке, когда я говорю о том, что Бог не призывал любить себя, это так и есть. Он это всегда ставил как фундамент, как необходимое условие, как камень основания, который он сказал. Без любви ко Христу ты никого любить, я вам сам об этом говорю. Я проповедую чистые Евангелия. Господь сказал, что да, без любви ко мне ты действительно никого любить не сможешь. Я вам то же самое. Кто заметил, я не разрываю, я не говорю только о любви к ближнему. Я вам повторяю всегда заповедь Иисуса Христа. А он сказал целиковую фразу, кто любит меня, тот исполняет мои заповеди. И заповедь он говорит один раз какая, любите друг друга. Все это он говорит, не надо, мне там вырывают, а заповеди сказали. Во-первых, там неизвестно какой перевод, заповедь одна. Это все сказано в Евангелии от Иоанна Богослова. 13-14 глава, они сидят на прощальном ужине и она так на три части делится там прям. 15-16, они идут по дороге на гору, по саду по этому виноградному гефсиманскому и 17-я глава это его молитва. Целая глава. Кто видит, там нельзя ничего вырывать. Там есть определенный контекст. Он говорит о заповеди и говорит какая заповедь. Ты ее не можешь взять потом из Ветхого Завета туда весь Ветхий Завет впихнуть. Он не сказал, что вы будете жить по закону. Павел противостал Петру, который принуждал соблюдать закон. Какого, на каком основании ты впихиваешь в проповедь Христа закон? На каком основании ты это делаешь? Ты проповедуешь не Евангелие, как Павел сказал. Вы искажаете слово Христово. Он сказал, вы, принявший благодать, что отваливаетесь тут же, не прошло и двух минут. суд будет человек по делам. Человек, будущая жизнь, будущее его состояние будет зависеть, будущее его славы будет зависеть от его дел. Какую жизнь он прожил, добрую или злую. Человек будет судиться, судиться будет каждый. Абсолютно. Не по вере. Ни разу Господь не сказал, что человек будет судиться по вере. Он сказал, будет судиться по делам. По делам любви. Берите Матфея, читайте. Он говорит, какие? Голодного накормил. Он не перечисляет дел закона, дел культа, дел внешних обрядов, дел твоей внешности, что ты там себе. Он сказал, голодный рядом сидел, ты не дал. Жаждущий ты не напоил, в темнице был, ты не посетил и в больнице. Ну и прочее, прочее, в это мы можем все вложить. Господь дал тонкий намек на дела любви, как всегда, к ближнему. Об этом же говорят все апостолы. Куда вы денете суд по делам любви? Куда? Еще я вам скажу, точно так же, как Господь никогда не призывал любить себя прямым текстом, а говорил, что это необходимые условия для любви к человеку. Да, это так действительно, аминь. И второе, он никогда не говорил, что он верит в Бога. Голова, я надеюсь, у вас не закипела. Иисус Христос, неизменный в слове своем сущий Бог, никогда не говорил, что он верит в Бога. Он и никогда не призывал верить в Бога так, как верит он. Он и есть Бог. Он сказал, веруйте в Бога и в меня веруйте. Опять, как он там очень любил потихоньку подводить. Когда он потом напрямую, мы видим, благодаря Евангелии Анну Богослову, он напрямую объявлял, что он и есть и ученикам, и даже иудеям. Он всем это говорил. Ну, у синоптиков в основном мы видим, как он очень часто просто равняет. И вы помните, сами фарисеи, саддуки, да, и упрекали в том, что он делает себя не просто равным Богом, там даже пишут, что он делал себя Богом, делая себя Богом или равным Богом. Ну, равным одно и то же, в том, что себя, да, Богом сделает. Как вам такой расклад? Веровать и любить Христа – это одно и то же, опять же, и веровать в Него, в принципе. Это условие, да, ты при этом условии, ты крестишься. Веруешь в Иисуса Христа, Сына Божьего, и что Он явил тебе любовь, какую имеет к нам Бог, положив свою душу за тебя. Да, ты в это веришь, ты веришь во Христа, и мы уверовали в эту любовь. Ты веришь во Христа по плоти и во Христа по духу, что это Бог-любовь. Ты веришь в это? Я бы крестил такого человека. Неважно, как он будет завтра жить, мы не знаем этого. Мы видим, как апостол крестит только от одной проповеди, что люди исповедуют, как и Господь в Матфея 16-16 и сказал Петру, который исповедовал Иисусом Христом, Сыном Божьим. Он сказал, да, на этом основании, на этом утверждении, на это исповедание я буду создавать церковь, не вы. Вы никакую церковь не строите, уж тем более храмы. Вы даже церковь не строите, вы проповедуете. Вы светите делами любви и словами. А я строю церковь, я касаюсь сердца. Никто не может прийти ко мне, как только отец. Ну, когда Христос, мы познали, что он Бог, то есть пока Христос не приведет. Твое дело проповедовать. Когда коснется сегодня, завтра, или человек через 10 лет вспомнит тебя где-то, что ты к нему на улице подходил, это не имеет никакого значения. Твое дело, как он сказал, сеять везде. И везде, даже на камне пусть сыпется, зерен хватает. У человека рот вон не закрывается, слова вылетают туда без труда. Христос ни в какого Бога не веровал. Он есть Бог. Это не великая добродетель, что ты веришь в Бога. Я всем привожу этот чудеснейший 13-й Псалом и 52-й. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Все развратились, равны сделали с непотребными. Безумец, человек, не верующий в Бога, не любящий Христа, не верующий во Христа, это безумец. Это Адам, отвернувший Бога. Это все-все-все. Это израильский народ, сливший себе тельца. Это все мы, которые, как Господь сказал, даже можете услышать, семечка принятия, то она может тут же забрать это семечко. Человек без Бога в сердце, в умном сердце, это не человек, это безумец. Это хуже животного. Животного и нет никакого Бога в сердце, и не должно быть. Они хоть и души живые, но не духи, так скажем. Не богоподобные, не дети его, не боги. И не дети Всевышнего, они все. Веровать и любить Христа – это необходимое условие. Необходимое. Господь, в этом духе почитайте. Читайте Евангелие, я вас умоляю, братья и сестры. Особенно, кто слушает меня. Слушать меня без чтения Евангелия бесполезно. Если вы меня будете поправлять, что я отступаю от Евангелия, я всегда приму. Если я что-то прибавил к словам Христа, я с радостью это приму. Потому что я стал замечать именно так проповедники делают. Это, конечно, беда. Я говорю, хорошо, когда это несознательно, я сам наверняка в этом погрешаю. У меня даже сомнений нет. Хотя иногда это бывает случайно, даже вообще не специально. Ну, или речь так идет, я потом сам переслушаю. Просто мысли, бывает, бегут, сами знаете, еще быстрее языка. Ты уже хочешь просто сказать другое, и даже забываешь сказать, что это сказал, допустим, апостол, а несешь-несешь в одной речи. Ну, уж не говоря о том, что порой мы просто выражаемся. Кто часто слушает, читает писание, у него уже просто на языке все эти слова, фразы, стихи. Порой ты делаешь это не в смысле, как ты ссылаешься прям, а как-то в нужный момент просто думаешь, что ты вспоминаешь. Но, понятно, там может быть контекст немножко другой. Но это все в частном случае. Так что вот так вот снова с вами поговорили. Я не знаю, я буду, конечно, писать. Уж раз в неделю по-любому ей на лаве буду рольчик-то, соскучусь там. Ну, хотя я не знаю, сейчас я постараюсь я навалиться все-таки на писание. Сейчас отдохну немножечко, просто отдохну в плане вот этого. Вот, вообще ничего не буду. Ну, и, кстати, это не говорит об отдыхе от людей. Я всегда всем рад. Почему я призываю вас? Пожалуйста, в беседе. Я со всеми общаюсь, братьями, сестрами. Не прямо со всеми. Кого-то я так же и баню. У меня есть и противники. Вот, есть я замечал тоже. Люди больные, оказывается, есть. Психически там или еще что-то. Вот. Я, конечно, тоже от некоторых, так скажем, сторонюсь, как Господь сказал. Ну, Господь Евангелие разрешил нам. Где нас бьют, где нас хулят, еще что-то. Господь не сказал брать меч в руки, но Он сказал, бегите. Вот и я бегаю. С канала я никуда убежать не могу, поэтому за собой оставляю право. Дверь закрывать со своей стороны, потому что это мой дом, мой канал. Это мой блог, а то мне как-то писали. Вот ты там кому-то. Ну, пожалуй, тем более я в личку не запрещаю писать. Но от некоторых потом и в личке приходится закрываться, потому что люди, то ли я говорю, нездоровые некоторые есть. Вот. Никакой любви нет там, где нет свободы. Если ты мне что-то пытаешься, как кувалды некоторые начинают прям вбивать, я, конечно, от этого отхожу. Никакой любви там быть не может. Христос ничего не вбивал, Он призывал. Мы с тобой можем общаться до упора, пока вот-вот. Да, просто каждый высказывает свое мнение. Если ты начинаешь втирать мне то, что у тебя в голове истина. Я вот всем тоже говорю, я просто говорю и говорю. Как и Господь. Он же людей послал проповедовать, а не кого-то еще. И вот мы с вами, я и говорил, в Деяния книги. Посмотрим, что они тоже самовольничали, делали то, что они хотели. Далеко не всегда по-божьему. Бог их не осуждал, да, но делал все тоже по-своему, своим промыслам. Это мы с вами будем книгу Деяния смотреть. Очень много, я уверен, оттуда пользы для себя вынесем. Вот. Ну, наверное, все. На сегодня хватит. Показал вам заодно не просто так свои пейзажи. Что на них смотреть-то? У вас там свои-нибудь какие-нибудь пейзажи есть. Вот. Главное, что мы поговорили о жизни. Вот. Еще про общение, может, две секунды скажу. Не бойтесь общаться. Не бойтесь. Особенно я вот очень рад, когда со мной делятся скорбями тоже. Я же для кого эти ролики записываю-то, вы помните, о хлебе, о чаше. Это радость и спит с кем-нибудь чаше страданий. Душевных кто-то там вас там. Родственники гнобят. Я всегда поддержу, чем могу, добрым словом, поддержкой. Что могу, спросите, там, из писания я всегда подскажу, утешиться. Вот. Ну, и, конечно, радоваться с радующимися, это здорово. Вот. Поэтому мы же церковь. Церковь должны общаться. Это очень важно. Поэтому, я говорю, не стесняйтесь, пишите. Вот. Кто-то хочет на беседах, христолюбцев, пожалуйста, можем записывать, что-то выкладывать. Если есть желание, тоже. Может быть, вам тоже тяжело проповедовать одному, нет там дара. Мы можем вместе, вы будете задать какие-то вопросы, я отвечать. Или наоборот. Или диалогом. Тоже. А то мне многие спрашивают, ну, вот, там бы бесед побольше. Я говорю, да мне никто не звонит. Ну, в смысле, с кем звонит, это совсем уж близкое общение. Оно уже частного характера. Пусть даже вот именно христианство неотделимо от жизни. Ну, а вот чтобы какие-то общие вот так вопросы перетирать, я не знаю. Что, ну, не звонит никто. Причем пишут сами, которые не звонят. Ну, сначала тогда сами позвоните. Таких, как вы, делается 5%, которые просто слушают. Вот. Ну, я никого не осуждаю, просто призываюсь, что, чтобы вы не скромничали или не боялись. Все или не стеснялись. Вот. В жизни надо быть смелым. Помните Христа, апостола. Хотя люди, конечно, разные. Ну, ладно, давайте поблагодарим Господа. Да будем на сегодня прощаться. Господь мой, Бог наш, Иисус Христос, сущий над всем, и неизменный наш Творец и Родитель. Слава Тебе. Спасибо за все, Господи. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. За всю любовь Твою. За все, что подаешь нам каждый день, потребное для жизни. Питание, крова, радости и веселья. И все потребное, ибо Ты очистил нас в покаянии, омыл нас. И все нам дал для того, чтобы мы спокойно, свободно, добровольно избирали добро. Среди добра и зла. Спасибо Тебе, Господи, за все. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, я благодарю Тебя за всех братьев и сестер, за всех, кто слушал этот ролик. Все Твои благословения на всех людях, но особенно на домочадцах, верных и любящих Тебя детях. И из любви к Тебе, Тебе уподобляются в любви друг к другу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господь и Бог наш, любовь, Иисус Христос, всегда во веки веков посреди нас. Кому понравился ролик, ставьте лайк, делитесь им где-то там в социальных сетях, в Ютубе. Все мои адреса канальчика наверху, подписывайтесь. Все мои адреса канальчика, ой, адреса соцсетей, мои почты тоже пишите, добавляйтесь. Я всех рад увидеть в друзьях, со всеми иметь общение. Желательно во Христе, конечно, то есть в любви. Ну а там как пойдет. Ну и все какие-то полезные ссылочки я сюда справа добавляю на свои плейлисты. Все, всех нежно целую, крепко обнимаю. Всех досохранит Господь наш Иисус Христос. Пока-пока, до встречи в следующем ролике.